Я, ребят, зашел в небольшой березнячок, где в свое время, а если быть конкретным, в прошлом году, я собирал грибы. Вот именно здесь растут в основном подберезовики, причем хорошие такие, плотненькие, что просто класс. Вон, кстати, один из них, по-моему, виден, или это масленок, не пойму я, переросток уже. Но вот сейчас я иду, ребят, грибов, прямо скажем, нет. Речь идет именно о подберезовиках. Вот их что-то не видно. Наверное, чуть позже. Хотя вот дождики уже потихоньку начинают идти. И тепло, поэтому, скорее всего, должна волна начаться. Вот перед нами земляничные места. Хотя здесь я ни разу ее не собирал, землянику. Но кустики видны. И мы с вами продвигаемся вперед. Вот как по мне, мне очень нравятся такие места, ребята. Потому что здесь, во-первых, находясь недалеко от тропинок, по которым ходят люди, деревья растут очень густо. И, в принципе, вот так вот стоя, не видно, что ты здесь. Это во-первых. Во-вторых, здесь, в принципе, достаточно проходимо, несмотря на довольно-таки плотный слой деревьев. Ну и, в-третьих, когда выглядывает солнышко, вот как сейчас как раз, становится неимоверно красиво. Кому как. А для меня это является тоже в какой-то степени определяющим. Поэтому, когда я совершаю, ребята, свои вылазки, прогулки, ПВД-шки, на какой-то легкий перекус, отдохнуть иногда, я останавливаюсь именно, вот стараюсь, по крайней мере, остановиться в таких местах, чтобы получить заряд положительный, моральное удовольствие. Ну и просто побыть однозначно наедине с самим собой. Так, сейчас я отключусь. И мы к Иван-чаю, ребята, уже почти-почти подошли. Уже скоро. В общем, ребят, в том месте, где я хотел пособирать Иван-чай, там его уже пособирали, вот, поэтому я, наверное, пойду на свое старое место. До него, конечно, далековато, да и потом тащить оттуда тоже тяжело. Но зато там уже он будет гарантированно. Даже если и там собирали, там его столько, что хватит на всех. Ну и я решил, пока буду идти, здесь идти примерно полтора-два километра. Дорога не очень хорошая, но вы видели ее уже не раз. Буду с тропинки заходить периодически в лес. Ну и вот складное мое ведерко. Пожалуй, я его сейчас возьму сразу. И какие-то грибы, если будут попадаться, они пойдут в это ведерко. Сейчас шел, видел еще лисичек, я их захвачу на обратном пути. И в ту сторону, чтобы время не терять. И пособираем с вами грибы. Лисички, скорее всего. Ну, пока у меня такой план, ребята. Ребят, лисички вроде, вроде бы как и есть. Посмотрите, вот видите. Опа! О, какая красавица. И вот смотрите, раз, два. Вон под елочкой еще растут. Я уже подсобрал, кстати, какое-то количество. Видите, даже нашел один белый. Вон, какой улов. Я так думаю, если пойдет таким же образом и дальше, можно будет поднабрать сегодня грибов на хорошую жареху. На очень хорошую, ребят, жареху. С картошечкой. Все как полагается. Вот, видите? Это лисички, ребята. Вот они, красавицы. Вот, видите? Красота какая. Вот. Так что сейчас, пока иду, параллельно еще и грибов подсобираю. Супер! Пока, ребята, иду, собираю грибы, видел кабани след. Классный. Вот, видите? По-моему, это кабан, ребята. Вроде бы кабани. Класс. И большой, и крупненький. Но с таким лучше, как говорится, не встречаться. Вот. Это место, смотрите. Лисички растут. Видите? Лисички растут. Здесь. Подальше. Вон там. Вон они. Естественно, я пособираю их тут сейчас. У меня уже вон сколько насобирал. Смотрите. Вообще класс. Вот это я вышел сегодня. А не хотел идти, ребят. Представляете? Вот бывает же так. Вообще красота. Изумительно. Вот, ребят, посмотрите, как они красиво смотрятся. Прям смотрят буквально на нас. Эти лисички, видите? Вот они. Вот лисички. Красота. Видите, какой гриб хороший. И потихоньку ведерко набирается, ребята. Потихонечку, потихонечку. Процесс идет. Комаров, правда. Вообще. Вообще, особенно после дождя, они тут прям вот почувствовали, расслабились. Почувствовали волю. Атакуют со всех сторон. Ну, ладно. Пока иду. Сейчас, наверное, все-таки постараюсь добрать ведерко. Ну, а дальше иван-чай. И домой. Снова, ребят, интересное место в плане лисичек. Посмотрите. Видите? На фоне листвы желтой лисички растут. Их тут много. И хорошие. Смотрите, какие. Вот, видите? Если мы с вами вон туда глянем, вон они тоже растут. То есть, ребята, я еще и не собирал иван-чай. А уже почти собрал полное ведерко лисичек. Видите? Класс. Выход вообще полу незапланированный. Сорвался. А получилось вот так вот. Ну, ладно. Сейчас эти соберу и каван-чаю. Зашел я, ребят, в лесок. И вот, что я увидел. Вы посмотрите, сколько лисичек. Ребята, лисички. Я сейчас свое ведерко полностью просто наберу. Вообще, раз кучка. Посмотрите. Два кучка. Вот. Видите как? И ведерко у меня уже почти полное. И вон кучка еще, кстати. Вот это класс. Вот это я попал. Вот это я, ребята, зашел. И вон еще там дальше растут. Вообще супер. Класс. Класс. Ребят, гуляя вот по этой местности, ель, береза здесь растет в основном. Ну, собирал лисички. И вдруг увидел. Буквально метрах в 10-15 от меня. Вдруг я увидел, ребята. Вот это вот чудо растущее. Подосиновик. Вы видите? Хороший, с красной шляпкой подосиновик. Не знаю, правда, червивый он или нет. Сейчас посмотрим. Ну, ножка какая-то вся не очень хорошая. Ножка изъедена. Ну, и, судя по всему, и он весь. Ну, да, наверное, плохой. Ну-ка. Да, червячком уже. Тем не менее. Подосиновичек, соответственно, значит, грибы уже этого плана уже пошли. Или буквально вот уже начнутся со дня на день. Вон, кстати, еще один растет, ребята. Вот я увидел, пока с вами вот разговариваю. Во-первых, вот один. Кто-то растет. Сейчас вот мы достанем ножек. Я уже его сложил, ребята, нож. Думал, уже нету. Иду сейчас к одному грибу и ногой чуть не сбил другой гриб. Видите? Вот так вот раз мы его. Ну, плохенький уже. Ладно. Буквально бы на сутки раньше прийти и было бы супер. А я вот этот гриб увидел. Подосиновик. Вот он. Тоже, наверное, уже, ребят, переросток. Скорее всего. Скорее всего. Но, ну-ка, потрогаем. Хотя, кто его знает. Шляпка вроде ничего. Сейчас посмотрим. Хотя, видите, вот червяк уже прошел туда в шляпку. Вот, видите, уже с червячком. В теории, конечно, можно и такой взять. Ничего страшного не будет. Срезать кусочек этой шляпки и все. Но я, ребят, пришел сегодня вот за этими вещами. Вот, видите, лисички. Это вообще, посмотрите. Вот они. У меня уже полная ведерко. Но сейчас как-нибудь и этих туда соберу. Аккуратненько. Вот. И вот он еще один растет. Вот переростки. Буквально вот на день бы прийти пораньше и было бы вообще все супер, ребята. Вот видите, как он красиво. Растет. И... Ну да, это очень уже. Видите, какой плохой. Вот. Уже прям хорошо изъеден. Вот видите, как... Но главное, что... Пошли, ребят. Это главное. Неужели в этом сезоне будут грибы? Не верится. У меня вам полная ведерко уже. Сейчас вот этих лисичек немножко возьму. И вон тех, которые там около муравейника были. Ну и все-таки, ребят, надо начать уже собирать иван-чай. Потому что я уже и устал, и все. А то, зачем шел, так еще и не собирал. Вон какая красота. У меня просто, ребят, нет слов. Это... Это нечто просто. Вот, ребят, наконец-то я собираю иван-чай. При таком его количестве, как здесь, вы видите, очень много. Процесс сбора достаточно простой и, главное, быстрый. То есть, минут 20 и нужное количество я наберу. Это с учетом того, что здесь я уже посмотрел, уже ходили. То есть, видно, что некоторые стебельки обломлены. Кто-то со стеблем берет, можно брать только листья. это уже на любителя. Вот. Ну, я сейчас дособираю. Процесс сбора не буду показывать. То есть, тут все просто. Руку ставишь вот так и листья оказываются в руке. То есть, вот таким вот образом. Вот я руку поставил, вниз провел и вот листочки у меня оказались в руке. Их я вам в пакет складываю. Сейчас еще минут 10. и домой хватит. Ну, все, ребят. На этой позитивной ноте вот здесь немножко полазил. Иван-чай собрал. Я думаю, собрал я сегодня баночки на 4, наверное. Это нормально. В тот раз я выходил, когда у меня получилось, по-моему, 7 или 8 банок кофейных. Это очень хороший результат. Это на весь год. Ну, вот по себе я знаю. Плюс сегодня еще собрал чуть-чуть. Как говорится, достаточно. Плюс ко всему собрана ведерко лисичек. Здесь, по-моему, один белый есть еще. Есть штуки 3-4 под березовик. Остальное лисички. Весьма зачетно. Весьма. Я так думаю, если сейчас зайти в лес поглубже, в ельнике, походить, можно еще найти. Но у меня, во-первых, пакетов уже с собой нет. Во-вторых, я уже устал. Поэтому, ребят, если вам понравилось, ставьте лайки, комментируйте, как говорится, подпишитесь, будет вообще здорово. Я со своей стороны буду рад вашим комментариям. Всегда стараюсь ответить. Ну, а если не ответил, значит, отвечу позже. Просто не увидел. Бывает такое. Бывает, комментарии попадают в спам, и не сразу их там видишь. Все. Теперь я иду домой. Снимать, наверное, уже не буду на обратном пути, потому что руки будут заняты. Буду ведерко нести. Вам удачи, всех благ, всего доброго. Чтоб все, ребята, у вас было просто супер. Пока.